Посевная кампания в области практически завершена, разве что в отдельных хозяйствах продолжает вировой сев. В этом году посевная площадь подросла на пару тысяч гектаров. Это если братья, азимы и многолетние травы. У нас сохранилась стройка лидеров среди районов по площади засеваемой. То есть это Гаврилопосадский район, более 16 тысяч гектар. Это Родниковский и Шуйский районы на втором и третьем месте. Но по увеличению площадей у нас в этом году лидеры это Кенишенский и Шуйский районы. Более 1700 гектар увеличили внутри районов. Также у нас увеличили Вичугский, немножко Ильинский район. По весне в основном сажают зерновые, пшениц, вечмень, овес, рожь, а также кормовую кукурузу, рапс, технические культуры, лен и коноплю. А сразу за посевными работами приходит пора собирать корма для животных. Заготовка кормов в регионе идет полным ходом. Погода позволяет. Вот это поле, к примеру, 46 гектаров. Трактор справится с ним за полтора дня. Здесь в растениевоческом хозяйстве Родина первый укос практически завершен. В этом сезоне опережающими темпами заготавливают корма большинство сельхозпредприятий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уже удалось заготовить вдвое больше. Здесь у нас, значит, клевер, тимофеевка и овсяница луговая. Здесь мы скашиваем траву на сено. Сначала мы ее скашиваем в волке. Ну, травосмесь включает в себя бобовые и злаковые. Потом мы, значит, ее подсушиваем граблями и прессуем в рулоны. В хозяйстве есть животноводческий комплекс на тысячу с лишним голов, а также, собственно, кормоцех. 50% выращенного зерна уходит в переработку для своих же буренок. Постепенное расширение мощностей и рост урожайности требует дополнительных площадей для хранения. В этом году их удалось увеличить. До этого у нас комплекс был вместимостью 15,5 тысяч тонн. Сейчас мы еще добавили 2,5 тысяч тонн хранения. Заключаем новые контракты на зерно. Но очень нам помогает пивоваренный ячмень. В этом году мы подписали большой контракт как раз на 2,5 тысячи тонн. Поэтому вот эта мощность, она нам очень необходима. Кроме того, рассказал Павел Михасев, в хозяйстве был реализован проект семенного хранения на полторы тысячи тонн. Татьяна Прокопенко, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс». Продолжение следует...